Приветствую вас! Сразу скажу, что мне импонирует ответ Кудрыщева Игоря Леонидовича. Вот. Я вам это говорил сейчас, ну, исключительно для того, чтобы вы понимали, в каком примерно контексте в русле пойдёт мой ответ, мне бы хотелось, чтобы всё было прозрачно и очевидно для нас с вами, потому что очень важно максимально тщательно. Отвечая на ваш вопрос, который вы выдаёте в заголовке вашего текста, я скажу так, что изначально аморальным считалось или считается то, что так или иначе причиняет вред другим людям. Ну, в частности, например, можно вести речь, да, о вреде, допустим, ну, человеку, например, да, вот вы там, ну, к примеру, да, вот вы, значит, ну, что-то сделали, да, вы как-то поступили, и, соответственно, это наносит вред человеку. И, соответственно, если вред человеку нанесён, то это поступка аморальная. Если же вреда человеку как бы нет, да, то это не такой уж и аморальный на самом деле поступок. На мой взгляд, на мой взгляд, основная сложность состоит в том, чтобы определить, что есть вред, а что не есть вред. Да? То есть, когда вред есть, а когда, соответственно, вреда нет. Вот. Это в некотором смысле сложно сделать, сложно определить этот момент. Вот. Поэтому человек, вроде вас, начинает испытывать чувство вины. Вот. Потому что какого-то вот чёткого такого понимания вреда и пользы у вас нет. Отсюда, собственно говоря, и проблем. Значит, смотрите. Надо сказать, что никакого вреда человеку вы не причинили. Вот. Потому что вы, по сути, значит, совершили действие ему на благо. То есть, вы отказались от отношений, от отношений, которые, ну, по вашему мнению, ни к чему не вели. И если эти отношения ни к чему не вели для вас, вот, то, соответственно, ничего эти отношения не вели и для неё тоже. Вот. Так или иначе, в той или иной степени ни к чему эти отношения для неё не вели. Вот. А вам нужно это для себя понять. Да, ей тяжело было из-за того, что вы её оставили. Да, она, безусловно, испытала какие-то негативные чувства, негативные переживания. Это однозначно. Это однозначно. Ждать. Но эти чувства и переживания не имеют ничего общего с вредом. А скорее идут дальше ей на пользу. Вот. Потому что, ещё раз повторю, связывают свою жизнь, значит, с человеком, значит, который, ну, не настроен, значит, на отношения, да, которые чувствуют себя в этих отношениях. Как-то негативно, вот. Ну, на мой взгляд, неуважение к себе и неуважение к другому. То есть, наложение к партнёру. Вот. Мне, ну, мне это, по крайней мере, видится именно так. Дальше. Встретил девочку, понравилось. Наличие двух детей был огорчён. А я бы сказал, что, вот, огорчение наличием двух детей, хоть и нормально, но показательно. То есть, это уже свидетельствует о том, что девушку вы такой, вот, какая она есть, да, не принято. Не принято, не принято, а изначально. Потому что, дети, это её продолжение. Продолжение. А поскольку детей вы принять оказались не способны, то, соответственно, скорее всего, нашу девушку вы, как таковую, принять не смогли полностью. То есть, вам нравилась некая, какая-то её часть, которая, ну, там, отвечала за то или иное, да? То есть, вам нравилась некоторая, какая-то её часть внешняя, но другая часть, которая связана на детей, вам не нравилась. Почему не нравилась, может быть, вы хотели, хотели своих детей, может быть, вам не хотелось двух детей, может быть, вы ревновали к, ну, вот, обцу этих детей, постоянно не основая этого. Ну, вот, всё это конкретно, ну, не разбираться, да, то есть, как бы, тут не совсем, не всегда всё так очевидно. Но это ваша реакция. Встречался с ощущением и хочется, и колется? Опять же, здесь очень важный момент, да, чего именно хочется и чем колется. То есть, вам для будущего, для будущего, для будущих отношений, да, вот, вам, соответственно, ну, лучше бы понять, для чего вы это делаете. И почему, то есть, что именно, чем именно колется, вот, и чем именно, и что именно хочется. Вот, вот, то есть, для этого нужно разобраться в своих чувствах, для этого нужно разобраться в своих ощущениях, вот. Ну, совершенно очевидно, значит, что вы, значит, здесь себя пересиливаете, и совершенно очевидно, что, значит, у вас есть какой-то внутренний конфликт. Вот, вот, как бы, и вот этот самый внутренний конфликт, да, вам нужно разобраться. Дальше. Сомневался в продолжении отношений, но через время привык и женился. Ну, конечно, хотелось бы очень узнать, к чему именно вы привыкли, да, то есть, очень бы хотелось узнать и понять, к чему вы привыкли. Очень бы хотелось узнать, что конкретно мотивировало вас на то, чтобы вы женились. Для чего вы женились. Повседневность, отсутствие контакта с детьми постепенно охладили, охладили желание к сне и к семейной жизни. Ну, опять здесь, да, то есть, повседневность и отсутствие контакта с детьми. Как бы, вроде бы, на первый взгляд, к самой женщине это отношение особо не имеет, но если так присмотреться, приглядеться, да, то очень даже и имеет. Получается, потому что дети это её, а повседневность вы организовываете вместе. И тут, как бы, возникал вопрос, а что не так, всё-таки, с детьми? Вот, или вы думали, что, если у вас наличие двух детей огорчилось, то вы сможете соревноваться контакт, а что вы для этого сделали соревноваться контакт? Не было ли это просто фикцией? Опять же, я без обвинения к вам сейчас говорю, я просто стараюсь в этой ситуации максимально разобраться. Дальше, охладили желание к ней и к семейной жизни. Смущает меня, несколько, ваше, раскраничение этих двух вещей. Смущает раскраничение её и семейной жизни. Поясню почему. Дело в том, что разницы, именно разницы, между ней и семейной жизнью, нет. Нет, от слова совсем. То есть, она, это и есть семейная жизнь, ваша. Но вы это разграничиваете. И для меня, это, ну, звоночек такой, скорее тревожный, у меня это скорее тревожный звоночек. Хотел бы знать также, что это было за желание к ней, да, что это за желание к ней, и что это за желание к семейной жизни. То есть, ну, для чего вам. Вот именно так. Затем обоюдные решили, что не получилось. Мы достаем, что я учел, но она отменила меня в том, что я её отстаивал. Если бы кто-то хотел от этих отношений, то стояточка-псяточка предупротив брязера. Здесь я склоняюсь к тому, чтобы согласиться с коллегой Кудрышевым и Игорем Леонидовичем, в его интерпретации данного элемента истории, как манипуляции со стороны вашей бывшей жены. Вот, я так полагал. Вот. Это действительно манипуляция и апеллирование к вашему чувству вины, что вы себя обвинили, довернулись и, соответственно, всё было нормально. То есть, это желание вас удержало. С другой стороны, не совсем понятно, что значит, вы пишите, что мы решили обоюдно, что не получилось, что не получилось. И мы расстаемся. То есть, вы решили обоюдно, а потом она вас обвиняет. То есть, получается, что вы сперва договорились, а потом она резко сменила свою точку зрения. И почему вы берете на себя ответственность за то, что она резко сменила свою точку зрения? Сейчас я больше принимаю её обвинения и думаю, что действительно оставила такую несчастную двумя детьми. Но надо сказать, что здесь вы выступили в классических треугольных Карпмана и выступаете спасителем для своей бывшей жены. Ну или не бывшей, не знаю, про развод вы ничего не написали. Вот. Вы выступаете спасителем для неё, а это, соответственно, жертвенная позиция. То есть, вы берете за неё больше ответственности, чем нужно. Вот. Потому что вы не несёте ответственность за себя. Моё второе Я, которое исходит из реальности и практичности, огромного желания, если что-то строится с чистого лица, без багажа. А разве так бывает? Без багажа. С чистого лица. То есть, если это ваше Я, которое исходит из реальности и практичности, то оно должно понимать, что никакой чистоты людей в этом смысле не бывает. То есть, указывает свой багаж. Но багажа нет, ну я не знаю, только у детей. Вот. И всё. Другое дело, если вы под багажом понимаете что-то своё, например, дети, что-то ещё, это другое дело. Но без багажа людей не бывает. Далее, вы пишите огромное желание что-то строить. Огромное желание что-то строить зачем? То есть, понимаете, строить отношения, это очень... Ну, мне не нравится эта постановка вопроса. Вот можете меня ругать, ну пусть меня все ругают, кто прослушивает этот ответ, но мне не нравится постановку вопроса строить отношения. Я считаю, что отношения должны выстраиваться легко. Я считаю, что отношения нужно выстраивать так, чтобы вам было легко с человеком, человеку легко было с вами. Чтобы не было вот этих вот, вот этих вот постоянных каких-то уступок, компромиссов, да, через силу. Понятно, что какие-то маленькие компромиссы, маленькие уступки, они, конечно, нужны в отношениях, это безусловно. Но я не против того, чтобы развивать отношения именно строить. Потому что когда люди отношения строят, мне кажется, в этом смысле они поступают эгоистично. Они перекладывают ответственность за то, чего они хотят, на другого человека. Вот у меня к вам вопрос. Огромное желание что-то строить, зачем? Это так, это честно, в этой правде признаюсь сам себе, но ей так и не смог признаться, чтобы не обидеть ни в коем случае ее замечательных детей. Вот здесь непонятно, вы замечательных детей, сразу замечательные дети употребляете в каком контексте? В контексте иронии или на самом деле так думаете? Что касается страха обидеть, то это низкая самооценка. И, наверное, зависимо от чужого мнения. Ну, я не уверен в себе, конечно же, потому что все наши обидеть. То есть, опять же, да, вы здесь берете ответственность на себя за то, что человек обижается. Хотя ответственность за то, что он обижается, лежит исключительно на нем. На человека. Не на вас, ни в коем случае. Только на человека. А у меня есть вот такое ощущение, да, что вы себе в этом, как бы, не отдаете отчет. И здесь можно говорить о личных границах, точнее об их отсутствии. А не умение говорить «нет» вовремя. Вот. Об отсутствии и ограничения в контексте ответственности меня, то есть вот есть я, есть ты. Вот. Вот. Кажется штука. Этого ничего нет. И мне кажется, мне кажется, повторюсь, кажется, что это является одной из ваших основных проблем. Дальше. Эээ, как бы попался в ловушку внутри себя, внутри сам себе говорил «нет», а человеку, чтобы не обидеть, сказал «да». Так всегда. А почему вы так боитесь обидеть его? Мы реально не по себе, но если смотреть на реальную новичь с точки зрения вот любви себя, то все сходятся. Обратите такие отношения, разбираться, исправлять, развести себя, быть. Вот смотрите, определитесь с тем, чего вы хотите для человека. Вот именно для человека, что вы хотите. Знаете, если вы хотите для человека счастливы, если вы хотите, чтобы она и ее дети были счастливы, то я думаю, что можно попробовать что-то исправить. Можно попробовать, повторюсь, что-то исправить, не исправлять. Ну, опять же, без какого-либо контакта, без какого-либо контакта, значит, с детьми, да, именно вот с детьми, без какого-либо контакта с детьми. Мне кажется, ну, не получится, потому что дети, это, ну, неотъемлемая часть вообще женщины, вот, сейчас, на данный момент. И мне кажется, что если вы, ну, если вы не готовы принимать детей, ее, то у вас отношения не получатся. То есть, вы не сможете, вы не сможете выстраивать сколько-нибудь адекватные отношения с человеком. Вот, в принципе. Также, ну, нельзя выстраивать отношения, если, к примеру, вы испытываете какую-то, вот опять же, какое-то чувство вины. То есть, не получится, никак не получится. Абсолютно никак не получится. То есть, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ вот на мой взгляд но вот и дальше уже следует вопрос о том на что вы готовы то есть что конкретно вы готовы делать допустим для того чтобы быть с ней и готовы ли вы что это делать чтобы быть с ней и для чего то есть вот если исправлять что то, да, вот как ну как вы говорите, да, если что то исправлять то зачем зачем это делать а что вы хотите получить ну в ответ к примеру да вот для себя то есть это все нужно вот исследовать на мой взгляд на мой взгляд на мой взгляд все у меня вызывают серьезные вопросы значит относительно того почему вы задаете нам такой вопрос почему вы спрашиваете у нас что вам делать вот если вы спрашиваете значит есть вероятность что вы не уверены в себе вот если вы в себе не уверены что в первую очередь работать нужно именно именно с уверенностью в себе то есть повысить уверенность в себе а дальше уже будет в общем видно и понятно что делать что делать дальше будет понятно будет понятно вот так ну ну на мой взгляд на мой взгляд на мой взгляд эээ так вот можно вам ответить сперва необходимо эээ решить эээ вот этот аспект да слава неважно решить этот а дальше все будет мне кажется более понятно и что вам делать и как делать вот эээ вот в принципе то что я могу вам сказать вот в принципе то что я могу вам сказать на этом наверное все значит если у вас остались дополнительные вопросы вы можете задать мне их в личку я буду рад вам помочь если вам понравился мой ответ значит буду благодарен если вы сделаете его лучшим я вам желаю всего самого доброго доброго вот удачи и надеюсь что ваша ситуация раз ну разрешится всего доброго вам и удачи